Представители специализированного комбината ритуальных услуг Алматы опровергли информацию о продаже земли для захоронений. Ранее в социальных сетях появилась информация о фактах коррупции касательно приобретения участков на городских кладбищах. Однако выяснилось, что платить надо не за земельный участок. Дамир Анитов обо всем подробнее. Алматинка Наталья Гоб до сих пор не может оправиться от тяжелых потерь. Год назад у нее умер супруг. Три дня назад она потеряла мать. Женщина считает, что ей повезло с выбором похоронного агентства. Чего не скажешь о ее соседях. В моем доме только 3-4 мы похоронили с нашего подъезда. И мама, и дочка умерли недавно, два месяца тому назад. Ушли из жизни по ковиду. И вот спрашивала, там цены вообще, они говорят, ну очень дорого, очень дорого. А у нас, ну вот, вообще хорошо. В качестве эксперимента мы посмотрели прайс-листы нескольких ритуальных агентств в Инстаграме. Цены явно завышены. Хоронить людей нынче дорого. Перевозка на катафалке, венки и прочие атрибуты влетает в копеечку. И это не читая ритуальные памятники, которые по самым скромным подсчетам стоят от 50 тысяч деньги. А вот ритуальщица Татьяна Миготина рассказывает, что работает строго по протоколу Акимата. По ее словам, наживаться на горе других – грех. Есть фирмы, конечно, которые наживаются. И это очень печально, это больно. И таких людей просто жалко. Наши фирмы православное захоронение, полный комплекс. Средняя цена 105-120 тысяч. Мусульманское захоронение. Сюда входит табут, катафалк, мусульманская доска, ткань белая. Выходит 55-60 тысяч максимально. Между тем, согласно земельному кодексу страны, земля для похорон выдается бесплатно. При этом, как сообщили в городском комбинате ритуальных услуг, за захоронение человека в верхней части южной столицы просят 85 тысяч деньги. В нижней части – 55 тысяч. В эту сумму включено выкапывание могилы.